Успешно прошла инспекция одного из тверских заведений общепита, которую провел депутат законодательного собрания и член Общероссийского народного фронта Олег Лебедев. Учреждения, сменявшие друг друга в одном из домов на театральной площади, давно вызывали многочисленные нарекания горожан. Теперь, судя по всему, проблема решена. Это место хорошо известно многим тверичанам. Долгие годы здесь находилось кафе, начавшее свою работу еще в далекие 90-е. Однако, ничто не вечно под луной. Заведение общепита, носившее имя известного американского криминального авторитета, закрылось. Его сменили другие арендаторы, чья деятельность уже по факту стала отдавать криминалам. Заведение не раз отличалось тем, что здесь мы отмечали факты, когда несовершеннолетняя молодежь в ночное время употребляла здесь алкоголь, курила кальяны. Стоял зачастую устойчивый запах курительных наркотиков. Давайте так, о чем говорили жители. Было много шума, драк. Реагируя на постоянные жалобы жителей этого дома, депутат областного парламента и член общероссийского народного фронта Олег Лебедев регулярно приезжал сюда, требуя от хозяев заведения соблюдения законодательства. Однако, вывеска одной кальяны сменяла другую. А суть работы оставалась прежней. У дверей заведения, расположенного в жилом доме, постоянно стоял шум до поздней ночи. А летом в приоткрытые окнах горожан поднимался дым с запахами не совсем понятного происхождения. Тем не менее, настойчивость народного избранника принесла результат, что и показала нынешняя инспекция. Хорошо, хотя, конечно, это с пятой попытки получилось, но наконец-то деятельность этого заведения приведена в нормативное состояние, соответствует в целом закону. Теперь здесь работает нормальное кафе. Успешный пример решения данного вопроса показывает, что при должной настойчивости и отличном знании законодательства можно успешно решить проблему рюмочных и кальянах, которые докучают жителям областного центра.